Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости Анапы. Регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, коротко о главных событиях дня. Радость православного мира. Пасхальные мероприятия объединили тысячи анапчан во славу Христового Воскресения. Сохранить и приумножить. В год экологии в Анапе закладывают новые аллеи и дарят курорту чистоту. И старый млад, и город, и село. В Анапе стартовала спортивная спартакиада среди сборных команд города и сельских округов. В минувшие выходные весь православный мир отметил главный христианский праздник – Светлое Христовое Воскресение. Тысячи жителей города приняли участие в пасхальных мероприятиях. В ночь субботы на воскресенье во всех храмах курорта прошли всеночные богослужения. В Свято-Ануфреевском храме вместе с многочисленными прихожанами светлый праздник Христового Воскресения разделил и глава города курорта Сергей Сергеев. Светлое торжество объединило православную общественность представителей казачества и молодежи, а также всех анапчан и гостей города курорта, пожелавших поучаствовать в службе. Воскресение Христовое Воскресение и дать каждому надежду на жизнь вечную. Со светлым праздником анапчан поздравил преосвященнейший епископ Новороссийский Геленджикский Феогност. Воскресение Христово, призывая нас к вере в собственное бессмертие, дает силу и разумение отделять главное от второстепенного, побуждает при исполнении заповедей Господних и наполняет нашу жизнь смыслом. Поздравляя всех вас с великим праздником Святой Пасхи, молитвенно желаю доброго здравия, мира и благодатной помощи свыше в повседневном шествии за Христом. С праздником Светлой Пасхи! Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос! Праздник Воскресения Христова – это еще и завершение Великого Поста. На дворе храма хозяйки щеголяют друг перед другом пирогами, пасхами да куличами. И пока не окропятся все эти явства, домой никто не расходится. Это один из пасхальных обрядов. Сами священники говорят на этот счет, что освящение куличей и прочей еды – это в большей степени символический обряд, как благословление на переход от постного режима питания к скоромному. Светлой Пасхи! Воистину Воскресе! Один из основных православных праздников, ради которого и живет весь православный народ целый год. Воскресение Христово празднует. С детьми, с семьей, с сестрой, с мужем, всей семьей. А уже утром сотни жителей и гостей города собрались возле часовни Осиевского храма, чтобы принять участие в Большом крестном ходе. Мое отношение к этому празднику трепетное. И я отметила, что на юге страны, Краснодарском крае в частности, вообще отношение к религии, отношение к православию уважительное, имеет глубокие корни под собой. Крестный ход проследовал от городской администрации по улице Горького к Театральной площади и далее по всем святым местам Анапы. Впереди у верующих Святая Седмица. На этой неделе православные христиане ходят друг к другу в гости и дарят крашеные яйца и куличи. А во вторник, 25 апреля, состоится Радоница. Православные христиане пойдут на кладбище, чтобы отдать дань памяти родным усопшим. Губернатором Кубани этот день объявлен нерабочим. О важном глазами детей в городе стартовала 17-я научно-практическая конференция «Академия» среди дошкольных, общеобразовательных, а также средних и высших учебных заведений. Открыли ее докладчики из первой секции «Экономика права». Школьники и студенты раскрыли тему прав и обязанностей законопослушных граждан, а также затронули проблемы экономического развития страны. Нашли человек в нашей стране имеют права и обязанности. Юля – самая младшая участница секции. Она учится в пятом классе школы номер один. Свою тему «Права ребенка в школе и дома» девочка выбрала не случайно. Ее класс гимназический. Уже сейчас они изучают предмет «Азбука права». Юле стало интересно, насколько хорошо сверстники знают свои права и обязанности. Иногда дети забывают, что надо уважать честь и достоинство учеников и учителя в школе. А дома они забывают то, что они должны помогать родителям по дому, а не просто сидеть и приказывать – принесите мне то, принесите мне это. Надо проводить побольше классных часов, читать законы, которые регулируют права ребенка. Старшеклассники Даниил и Михаил посвятили свой доклад альтернативным источникам энергии. Ребята уже представляли данную тему в прошлом году и заняли второе место. В этот раз они доработали проект, произведя детальные расчеты. Мы рассчитали, сколько будет стоить поставить солнечные панели на другой проект дома. Отапливаем только исключительно энергией, получаем мы солнце, с расчетом на наш город, курорт Анапы, потому что у нас все-таки самый солнечный город в стране. И мы рассчитали дом с ветряными панелями, с ветрогенераторами, потому что у нас все-таки ветрено и в районе Лысой горы можно получить очень и очень хорошие показатели. Мы посчитали и выходит, что это гораздо выгоднее, чем вообще так использовать. Она окупается за 20-25 лет, собственно. Окупается и еще лет 10 можно бесплатно купиться. Все самые удачные проекты имеют реальный шанс на воплощение. Победители Всероссийской конференции могут внести свои предложения на законодательном уровне. Все зависит от детей. У детей есть талант, у детей есть желание. Это самое главное. И очень многое зависит от педагогов, которые работают с детьми. И очень бы хотелось, чтобы наши педагоги находили в себе силы, желание работать с детьми и продвигать этот труд дальше. Всего секций более 15. Биология, русский язык и литература, иностранные языки, точные науки. Ребят оценивают кандидаты наук, преподаватели вузов и школ. Они ставят оценку актуальности работы, подачи материала, качеству проведенных исследований. Городская конференция – это своеобразная платформа. Победители смогут выйти со своими работами на край, а после поехать и в Москву. В прошлом году учащаяся гимназия Эврика уже смогла испытать свои силы на Всероссийской конференции. Там она заняла третье место и выиграла путевку в Артек. Дерево детям. Под таким названием на Кубани стартовала благотворительная акция. Она приурочена сразу к трем событиям. Годы экологии, 80-летие образования Краснодарского края и первой годовщине Союза садовода Кубани. Инициаторами акции стали молодые депутаты Крыловского района. 30 муниципалитетов Краснодарского края получили 22 тысячи саженцев, деревьев и кустарников. Анапа также приняла участие в проекте. Силами молодых депутатов были высажены саженцы туи и фруктовых деревьев. Сегодня одновременно происходит высадка и в сельских домах культуры, на территории общеобразовательных учреждений, на территории у нас Субсельского округа. Мы только что оттуда приехали. Они поедут дальше высаживать еще в поселок Сухко и сейчас в Ореховой роще. Как считают организаторы акции, в год экологии подобные мероприятия необходимо проводить как можно чаще. Ведь это не только прекрасная возможность озеленить город, но и оставить добрую память о себе и своих поступках. Анапа приняла участие и в краевой экологической акции «Чистый город, чистые берега». Более 100 активистов ученического совета вышли на уборку парковых зон, памятных мест и обелисков. Также многочисленный экологический десант высадился на Анапские пляжи. Перед началом уборки – инструктаж по технике безопасности и распределению обязанностей. Далее, вооружившись перчатками и мусорными пакетами, ребята отправились на уборку прибрежной полосы. Экологический маршрут продлился от спуска в районе улицы 40 лет Победы до речки Анапка. За чистоту на каменистом пляже отвечали учащиеся 6-й и 1-й школ, а также гимназии Эврика. Ольга Саурская состоит в Совете старшеклассников. Говорит, что участвовать в таких благородных акциях никого заставлять не приходится. Нам предложили, что есть вариант пойти на уборку пляжей. Я сразу согласилась. Я считаю крайне необходимым очищать Анапские пляжи. Скоро начинается курортный сезон и в целом люди должны поддерживать чистоту в своем городе. Управление по делам молодежи подобные акции организуют систематически. В год экологии это особенно актуально. И отрадно, что молодежь готова принимать в них самое активное участие. Девиз мероприятия «От чистого края к чистой планете» – озеленить край, убрать берега. Это очень здорово, что администрацию беспокоит, и то, что именно школьники в этом участвуют, чтобы дети с раннего возраста знали, что могут сами приносить пользу нашей планете. Полмиллиона рублей получит команда победительница муниципальной спартакиады. Об этом рассказали на церемонии открытия, которая прошла на Свято-Осиевской площади в эти выходные. В соревнованиях принимают участие городские и сельские команды – жители станиц, поселков, хоторов и городских микрорайонов. В Спартакиаде принимают участие сборные сельских округлов и Анапы. Соревнования будут проходить до осени. Легкая атлетика, волейбол, городки, лапта, гири – виды спорта подобраны таким образом, чтобы охватить как можно больше желающих. Именно такую задачу ставят перед собой городские власти. Самое главное, что спорт объединяет всех, объединяет здоровых людей, объединяет во всем абсолютно. Это взаимоотношения в семье, взаимоотношения в коллективе, взаимоотношения между вами. По инициативе главы города победители получат призы – 500, 300, 150 тысяч рублей за первое, второе и третье место соответственно. Деньги целевые. На них можно будет приобрести инвентарь или, например, установить уличные тренажеры. Внимание! Марш! На первую дорожку! Девочки, на первую! Это первый старт городской спартакиады. Легкую атлетику называют королевой спорта. Девушки и женщины бегут 400 метров, один круг по стадиону. Анастасия бежала за станицу Гастагаевская. Работает школьным психологом и любит спорт. Говорит, что результат обычно лучше. Сейчас слабенький, потому что ветер и как бы выложиться тяжело. Вообще я люблю здоровый образ жизни и вообще все, что с ним связано. Это веселье. Почаще надо делать такие спартакиады, шевелить народ. А то мы сидим на своих местах, не шевелимся. Один круг остался, две минуты. 2,03. Юноша и мужчины бежали километровую дистанцию. Кирилл финишировал третьим. Студент индустриального техникума. Не он выбрал атлетику, атлетика выбрала его. Пригласили заниматься у тренера еще когда учился в лицее. Движение какое-то. Позитивно заряжается. Хочется идти дальше. По итогам первого дня лучшие команды из виноградного сельского округа. На втором субсех, на третьем сборная Анапы. Организаторы отметили сплоченность, командный дух и хорошую подготовку. Следующий этап, туристический слет, пройдет в конце мая. А итоги подведут в октябре. Благоустройство придомовой территории, требования анапских властей ко всем застройщикам. Взятый курс дает свои плоды. В Анапе все больше появляется ответственных и рачительных предпринимателей. Так, на пресечении улицы Владимирской и бульвара Евскина один из таких застройщиков обустраивает придомовую территорию. Строители возводят два многоэтажных дома. Параллельно во дворе полным ходом идет работа. Здесь будет беседка для жильцов, детская площадка, тренажеры. Над коммуникациями разобьют газоны, чтобы были и эстетика, и возможность доступа. Улицу перед домом заасфальтировали, отгородили тротуар. Участок впишется в общую концепцию. На соседнем участке также намечено благоустройство. А неподалеку планируют разбить сквер к 80-летию образования Краснодарского края. Здоровье – самое ценное, что может быть у человека. На нашем курорте много санаториев и пансионатов, которые помогают человеку приобрести и сохранить этот дар. Один из крупнейших санаториев Анапы Делуч недавно порадовал гостей и жителей курорта открытием уникального заведения, где можно провести время приятное и здорово для души и тела. Кофейня у Пушкина получила такое название не случайно. Расположено оно недалеко от улицы Пушкина и памятника великому поэту у главного корпуса санатория Делуч. Авторы постарались передать атмосферу той эпохи с неспешным ритмом, создав в Анапе место досуга для творческих, интеллигентных людей. Мы ведущие лечебное учреждение Анапы, но помимо того, что больные получают у нас прекрасные природные факторы и процедуры, они, конечно, должны еще получить еще что-то для души, что-то развлекательное. Поскольку мы за здоровый образ жизни, то мы решили открыть хорошее кафе, где можно было быть прекрасные сорта кофе, чая, коктейли. И пришла также идея чем-то оживить наше кафе. Поэтому два раза в неделю мы стали проводить музыкальные вечера. Музыкальная гостиная, где можно послушать и классические произведения, и современную эстрадную музыку, где выступают музыканты и нашего города, и Краснодара, дважды в неделю по пятницам и воскресеньям собирает немало ценителей творческих вечеров. Здесь можно полакомиться блюдами, которые так любил Пушкин – яблочные маковые пирожки. А фирменный десерт, который так и называется у Пушкина, уже обрел немало поклонников среди посетителей кофейни. А также здесь можно отведать малиновый десерт, черничный, вишневый. Причем, что немаловажно для поклонников здорового образа жизни, все блюда готовятся из натуральных ингредиентов. И, конечно же, обширная кофейная карта и большой выбор сортов чая. Мы рады предложить нашим гостям в кофейне у Пушкина наше эксклюзивное меню. Куда входят натуральные чаи, горные травы, зеленые чаи, молочный лун, жасминовый, чай черный осан. Также фирменные десерты, которые делает наш шеф-повар. Также в кофейне у Пушкина можно приобрести и выпечку к праздничному столу. Накануне Пасхи пекарня этого заведения порадовала посетителей вкуснейшими куличами. Как депутат первого округа я хочу поздравить всех со светом, воскресеньем Христовым, пожелать всем счастья, любви, здоровья и веры. Провести время с пользой для души и здоровья можно в кофейне у Пушкина по адресу Анап, улица Калинина, 23. И, несомненно, это заведение станет еще одним вашим любимым местом для семейного посещения, где можно не только полакомиться вкуснейшими десертами, но и принять участие в интересных мероприятиях. Сразу шесть призовых мест заняли полицейские и курсанты вузов МВД Краснодарского края. На минувшей неделе в Анапе прошли лично командные чемпионаты России по рукопашному бою. Участие в них приняли правоохранители из 43 регионов страны. Итоги подвели накануне. Кубанские полицейские заняли два третьих и два вторых места в различных весовых категориях. Помимо этого, наша сборная стала лучшей в командном зачете и заняла первое место среди территориальных органов МВД. Призеры награждены кубками, медалями и грамотами. Также по результатам соревнований победители будут включены в сборную России по рукопашному бою. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Представляем вам еще одного партнера программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 4 24 19. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...